Глава. Чей Ислам является наилучшим? Хадис под номером 11. Сообщается, что Абу Муса, да будь доволен им Аллах, сказал. Однажды люди спросили у посланника Аллаха, чей Ислам является наилучшим. Он ответил, что Ислам того, кто не причиняет другим мусульманам вреда своим языком и своими руками. Глава о том, что обычай угощать людей является одним из проявлений Ислама. Хадис под номером 12. Сообщается, что Абдуллах бин Амар, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал. Один человек спросил пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Какое проявление Ислама является наилучшим? Он ответил, лучшее состоит в том, чтобы ты кормил людей и приветствовал тех, кого знаешь и кого не знаешь. Глава о том, что желать своему брату того же, чего желаешь самому себе, значит обладать частью веры. Хадис под номером 13. Передаются слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. Не уверует никто из вас до тех пор, пока не станет желать своему брату в Исламе того же, чего желает самому себе. Глава. Любовь к посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, происходит от веры. Хадис под номером 14. Передаются слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. Клянусь тем, в чей длани душа моя, не уверует никто из вас, пока не станет любить меня больше, чем любит своего отца и своих детей. Хадис под номером 15. Передаются слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. Не уверует никто из вас, пока не станет любить меня больше, чем любит своего отца и своих детей, и всех людей вообще. Глава. Сладость веры. Хадис под номером 16. Передаются слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. Сладость веры ощутит тот, кто отличается тремя качествами. Любит Аллаха и посланника его больше, чем все остальное. Любит того или иного человека только ради Аллаха и не желает возвращаться к неверию, так же, как не желает быть вергнутым в огонь. Глава. О том, что любовь к консарам является признаком веры. Хадис под номером 17. Передается слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. Признаком веры является любовь к консарам, а признаком лицемерия – ненависть в отношении к ним. Хадис под номером 18. Передается слов Убады бин Ас-Самита, да будет доволен им Аллах, участвовавшего в битве при Бадре и являвшегося одним из старшин в ночь Акабы, что однажды, когда вокруг посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, собралась группа его сподвижников. Он сказал им, поклянитесь мне в том, что не станете поклоняться наряду с Аллахом ничему, не станете воровать, прелюбодействовать, убивать своих детей, распространять ложь, измышленную вашими сердцами, и отказываться от повиновения, когда вам будут приказывать совершать одобряемое шариатом. Аллах наградит тех из вас, кто будет верен этой клятве. А для того, кто совершит какой-либо из этих грехов и будет наказом в мире этом, наказание послужит искуплением. Если же кто-то совершит какой-либо из этих грехов, Аллах покроет его грех, то Аллах и будет решать, и если пожелает, то простит его, а если пожелает, накажет его. Убада сказал, и мы поклялись ему в этом. Глава Бегство от искушений является признаком приверженности к религии. Хадис под номером 19 Сообщается, что Абу Саид Аль-Худри, да будет доволен им Аллах, сказал Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Скоро наступит время, когда лучшим имуществом мусульманина окажутся овцы, с которыми он будет скитаться по горным вершинам и тем местам, где выпадают дожди, убегая от искушений со своей религии. Глава Слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует Я знаю об Аллахе больше, чем вы Хадис под номером 20 Сообщается, что Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала Повелевая им что-либо, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, всегда приказывал делать лишь то, что было людям по силам Однажды они сказали О посланник Аллаха, поистине мы не такие, как ты, ведь Аллах уже простил себе и прошлые и будущие грехи Услышав это, он разгневался так, что это стало заметно по его лицу и воскликнул Поистине, я просто больше любого из вас боюсь Аллаха и больше любого из вас знаю о нем Глава О том, что тот, кто не желает возвращаться к неверию так же, как не желает быть брошенным в огонь, делает это из-за веры Хадис под номером 21 Передаются слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Сладость веры ощутит тот, кто отличается тремя качествами Кто любит Аллаха и посланника его больше, чем все остальное Кто любит раба Аллаха только ради Аллаха И тот, кто не желает возвращаться к неверию после того, как Аллах спас его, как не желает быть вернутым в огонь Глава Превосходство верующих друг над другом определяется их делами Хадис под номером 22 Передаются слов Абусаида Аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах Благословит его Аллах и приветствует, сказал После того, как обитатели рая войдут в рай, а обитатели ада отправятся в ад Аллах Всевышний скажет «Выведите тех, у кого в сердце была вера хоть на вес горчичного зерна, и их выведут оттуда почерневшими, а потом бросят в реку, которая образуется из-за дождя, или в реку жизни» Это место внушало сомнение Малику И они станут растеподобны тому, как прорастает семя, оказавшееся близ берега потока «Разве не видел ты, как появляются из-под земли желтые и искорвленные роски» Хадис под номером 23 Сообщается, что Абу Саид Аль-Худри, да будет доволен им Аллах, сказал Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Мне были показаны во сне люди, одетые в рубахи. Некоторые из них доходили только до сосков, а иные были еще короче И был мне показан Умар бин Аль-Хаттаб, на котором рубаха была такой длинной, что волочилась за ним по земле Люди спросили «И как же ты столковал это у посланника Аллаха?» Он ответил «Это религия» Глава Стыдливость от веры Хадис под номером 24 Передают со слов Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что как-то раз, проходя мимо одного из ансаров, который давал своему брату наставление, относительно стыдливости Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему «Оставь его, ибо поистине стыдливость от веры» Глава Содержание, которое имеет отношение к словам Аллаха Всевышнего, а если они покаются и будут молиться и станут давать закят, то не становитесь у них на пути Коран Сура покаяния, аят номер 5 Хадис под номером 25 Передают со слов Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Мне было велено сражаться с этими людьми до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад, посланник Аллаха, и не станут совершать молитвы и выплачивать закят А если они будут делать все это, то защитят от меня свою жизнь и свое имущество, которых впредь их могут лишить не иначе, как по праву ислама И тогда отчета с них вправе будет требовать только Аллах